Лидия Исаак География фестиваля очень обширная, в этом году принимало участие 20 стран, из 20 стран приехало 24 исполнителя, потому что в одной стране, в той стране, которая проводила этот фестиваль, было разрешено участие нескольких артистов, поэтому страны 20, а участников 24. География на востоке, это была самая восточная страна, это Южная Корея, на западе, самая западная страна, это была Македония. Задача этого фестиваля объединить все культуры, привлечь туристов на Иссыкуль, потому что на самом деле это жемчужина этого края. Жюри состояло из выдающихся деятелей культуры, но почему-то в этот раз больше тюркоязычных стран. Это был бывший министр культуры Казахстана, который сегодня является президентом культурной ассоциации тюркоязычных народов. Это были директора филармонии, ректоры консерватории, композиторы, артисты, заместитель министра культуры Крыма был в жюри, потому что жюри тоже определяет уровень фестиваля. Проводилось это все в очень интересном месте, прямо на берегу Иссыкуля есть такое место, культурный центр, как он правильно называется, Рух Ордо имени Чингиза Айтматова. Фестиваль проводился в течение трех дней, два из которых было конкурсных, третий день был гала-концерт и награждение победителей. По условиям фестиваля Лида должна была исполнить две песни. Одна из них должна быть на языке страны, а вторая, любая на выбор, желательно, чтобы это был мировой хит. Вот. В первый день Лида исполняла песню «Тею бям», знаменитая румынская исполнительница Иваны Сырбу, которая была очень знаменита в конце 80-х, в начале 90-х годах. Это песня на румынском языке, композитора Вирджилы по песку. А вторую песню, второй день, конкурсный день, Лида пела песню «Ритмин Сайт», логика Нотте, бельгийского исполнителя, который в этом году просто разорвал Евровидение с этой песни. Она была очень необычная, особенно для евразидионского формата. Конкурсантов было 24, из них очень сильные ребята. Например, обладатель второй премии «Славянского базара» этого года, Николай Манолов из Болгарии, был тоже среди участников этого конкурса, среди конкурсантов. Как и на «Славянском базаре», так и на «Мейкин Азе» заму второе место. Обо мне рассказать. Я занимаюсь вокалом с 13 лет, уже 9 лет. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. И участвовала во многих конкурсах национальных и интернациональных, где занимала гран-при первые места. И сейчас вот в составе группы «Glamgirls» и «Сольно». Мне всегда нравится экспериментировать и пробовать что-то новое. И эти конкурсы как-то дают мне вот эту «Воинца». «Воинца» и «Воинца»? очень интересный для меня.